Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Перед нами одна из самых лиричных книг всего Ветхого Завета – книга Руфи. Здесь нет ни нигилизма экклезиаста, ни надрывной боли и гнева великих пророков или холодного перечисления законов и родов Пятикнижия. Здесь есть дружба, верность и любовь. И простая человеческая история про малых сих, как их определяет Христос. Про двух слабых женщин, оставшихся один на один с жестоким, а очень часто и с крайне жестоким древним миром без мужчин-заступников. Про Нейминь и ее невестку Руфи. А еще это история про то, что сила и слава, а также самые громогласные победы и прорывы часто начинаются с чего-то кажущегося малым и незначительным, но таким человечным. Так и здесь. Малая и незначительная Руфи – прабабка величайшего героя и царя Израиля, одного из самых известных монахов всех времен – царя Давида. Но поговорим об этом подробнее в свой час. Итак, первая глава книги. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицки. Нужно заметить, что при всей легкости чтения книга начинается с горестной ситуации. Вся первая глава повествует о череде тяжелых испытаний, выпавших на долю главных героев повествования. И первая из них – голод. Автор сразу конкретизирует, что все описываемое происходит не в некое мифическое время Оно, а в конкретный период истории Израиля, в эпоху Судей, длившуюся около 450 лет, в период, называемый в истории поздним бронзовым веком, в границах XVI-XIX веков до Рождества Христова. Замечу, что это один из самых драматичных периодов в истории Израиля. Народ, совсем недавно осевший на территории Палестины после блестящей военной кампании Иисуса Новина, через несколько десятилетий после его смерти начинает подвергаться нападениям соседей. Почему же? Происходит это ввиду нарушения условий договора Завета, заключенного между Богом и Израилем при Моисее. Книга Судей замечает, что при жизни верного ученика и соратника Моисея, при жизни Иисуса Новина, народ верно соблюдал слово закона. Поэтому мы видим, что книга Иисуса Новина, стоящая в каноне между судьями и книгами Моисеевым, пятикнижием, есть описание череды ярких побед израилетян над врагами. Потому что народ верен Богу, и Бог верен своим обещаниям, данным еще Аврааму. Потомству твоему отдам я землю сию, а потом обещаниям, повторенным и Моисею. Но автор Судей скажет уже во второй главе. Но когда умер Иисус, сын Новин, раб Господень, будучи ста десяти лет, и когда весь народ он и отошел к отцам своим, то есть те, кто были его современниками, и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, как и он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Потому и настигли израилетян военные неудачи. Не просто так случили над ними власть соседние народы, а из-за нарушения завета с Богом. Потому Господь и начал посылать к ним судей, политических и, собственно, религиозных лидеров, выводивших Израиль из кризиса. Но, увы, обычно после смерти судьи народ вваливался обратно в прежнее заблуждение. Вновь приходили язычники, вновь появлялся харизматичный лидер судья, и история повторялась. Кроме военных набегов и периодов данничества иным народам, Израиль испытал руку Господню и в голоде, когда плохие погодные условия, засуха, являлись следствием также нарушения завета. Закон говорит, «Если ты, когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». Это Моисей говорит во Второзаконии, и в том числе здесь упомянет. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих». Это Второзаконие, 28 глава. И продолжает. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя». То есть не лучшие дни Израиля описывает рассматриваемая нами книга. Это время отступления. Видно оно и в выборе этой семьей, о которой говорит стих, место для поселения. Часто местом для пережидания дней голода становился Египет, житница Средиземноморья. Решение уйти на Моавские поля странно, так как это не поля в собственном смысле, а скорее засушливые плоскогория, идущие на восток от Мертвого моря. И, скажем так, они особенно не отличаются никакими цветущими пажитями. Более того, отношения Израиля с Моавом всегда были достаточно напряженными, хотя народы и находились в дальнем родстве друг с другом. Израиль происходил от Авраама, а Моав и Аммон от Лота, племянника Авраама, зачавшего прародителей этих народов от беззаконного союза со своими дочерями. Закон о Моавитянах чрезвычайно строг. Его повторит впоследствии и книга Неемии. Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение. И вот в эти-то неблагословенные Моавские поля бежит семейство некоего человека от головы. Имя человека того Элемелех, имя жены его Неемий, а имена двух его сынов Махлом и Хрилеон. Они были Ефрафини из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавские и остались там. Обратим внимание на то, что автор сразу вводит имена своих персонажей, о большинстве из которых в рамках нескольких последующих же стихов мы узнаем, что они скончались и не принимают в истории более никакого участия. Зачем же тогда нам это без наподробностей? Почему глава семейства не может остаться просто одним человеком, как он обозначен в первом стихе, но обозначается по имени, равно как и его безвременно умершие сыновья? Но в этой истории имена играют очень важную роль. Ее оригинальные читатели, говорившие, писавшие и думавшие на иврите, сразу же видели корни этих имен и без труда определяли скрытое в них послание. История семьи тем самым приобретала некий притчевый характер. Пока я не буду чрезвычайно углубляться в этот вопрос, отмечу лишь базовые их значения. Эль-Мелех происходит от двух корней. Эль-Общесемитское значение божества и Мелех-Царь. То есть Бог есть царь или Бог есть мой царь. Наиминь производится большинством толкователей от корня наам, быть приятным. Что Анна Шмайна-Великанова однозначно переводит как «услада». Но имена двух детей столь благозвучно названных родителей не могут не поражать. Махлон и Хелион обозначают, соответственно, больной и кончающийся, уничтожаемый, то есть применительно к жизни человека, нежилец. Конечно, у множества народов, в том числе, кстати, и у славянских, существовала практика называть детей как бы плохими, некрасивыми именами, дабы отогнать от них плохую судьбу. Как бы, как вы яхту назовете, так она и поплывет, только наоборот. Но ввиду последующих стихов в именах вполне видна и авторская задумка. Иудейское предание указывает на пророка Самуила, как на автора книги Руфи. То есть несколько поколений отделяет написание книги от описываемых событий. Поэтому вполне возможно, что если имена главных действующих лиц остались реальными, то проходным персонажам Самуил дает говорящие имена, для того, чтобы насытить эту историю дополнительными нарративами, соотнести историю отдельной семьи с историей Израиля. Даже указания на соотнесение города и голода не случайны. Вифлеем бейтлехем, то есть дом хлеба. Столь силен был тот голод, что и в плодоносном доме хлеба не стало хлеба. Указания на то, что все они были эфрафене, либо указания на их клановую принадлежность внутри своего колена, то есть они принадлежали к колену Иуды, клану эфраты, это имя жены Халева, либо же по именованию местности Эфрата, так назывались, собственно, окрестности Вифлея. И умер Эли-Мелех, муж на имени, и осталась она с двумя сыновьями свои. Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа и имя другой Руфи, и жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Увы, мы видим, как в нескольких скупых стихах сообщается о тягчайшем горе. Сначала о смерти главы семейства, а через десятилетия и о смерти его сыновей. Об отсутствии какой-то особенной религиозности, как минимум в мужской части семейства, говорит не только переселение семьи по воле отца в земли язычников, но и впоследствии вступление его сыновей в брак с дочерьми народа, который, по слову Бога, переданному через пророка Моисея, никогда, даже в десятом роде, не смогут войти в общество Господне, то есть присоединиться к народу Израиля. Потому как отторгнувшие себя от Бога и закона, они отторгаются и от жизни. Имена невесты к Наимине также весьма говорящие. Орфа, по всей видимости, происходит от арэб, затылок. И мы увидим, что при всей ее благонамеренности, в итоге Орфа как бы покажет затылок, то есть уйдет от Наимине. Руджа, возможно, восходит к корню насыщения, напоения, рвия. То есть она всей своей жизнью являет полноту и щедрость. Интересно, что слово, описывающее оставленность Наимине, сначала потерявшей мужа, а потом и сыновей, однокоренно одному из важнейших терминов Ветхого Завета, шеар, остаток, обозначающему тех немногих праведников, из которых Бог всегда восстанавливает свой народ. Итак, из всего семейства Эли-Мелеха остатком праведных является Лиш Наимин. При этом участь ее до крайности не завидна. Не случайно Ветхий Завет в своих социальных нормах указывает на необходимость помогать самым слабым и незащищенным, называя среди них сироту, вдову и пришельца, то есть людей, отторгнутых от своего родства, не имеющих того мужчины, который защищает их и содержит. О них должна позаботиться вся общая. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимин сказала двум снохам своим, «Поедите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали, «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». «Время всякой вещи под небом», — говорит премудрый экклезиаст. «Так и время гнева Божия прошло. Настает время его милости. Кончился голод в стране иудейской. Слышно стало об этом даже в Моаве». Важно, что во всей этой небольшой истории маленьких людей есть два великих действия Бога. При множестве человеческих предприятий, описанных в книге, Бог, упоминаемый здесь под именем которого открыл Моисею у Неаполины Купины, Яхве, дважды открыто вступает в эту историю. И оба раза с благодеянием. Первый раз здесь, в начале повествования, дав народу хлеб. И второй раз в самом конце книги, благословив Руфь, а в ее лице и Наиминь — ребенка. Восточная почтительность, безусловно, предполагала, как вполне естественный акт проводы свекрови до границ своей страны. Но переселение молодых моавитянок в Израиль видится самой Наимине совершенно бессмысленным предприятием. Относительно своей собственной судьбы, она, как мы увидим несколькими стихами ниже, не питает никаких иллюзий, но желает, чтобы жизнь ее невесток была благополучной. Нужно отметить, что отношения свекрови невестки могут очень по-разному складываться и даже при принадлежности их к одному народу. А уж если в одном семейном котле закипают бытовые традиции и мировоззрения разных народов, то шансы на мирное сосуществование тают на глазах. Достаточно вспомнить, например, супругу кроткого патриарха Исаака Привекку, которая прямо заявляла мужу, что «я жизни не рада от дочерей хитейских», то есть от своих иноплеменных снох, приведенных в дом старшим сыном Исавом. Здесь же мы видим великое взаимопонимание между снохой и невесткой, выросшая за годы мирной жизни их семей. «Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Потому и отсылает наимених обратно не в дом отца, а в дом матери, чрезвычайно редкое для Ветхого Завета словосочетание, по-видимому указывающее на идею замужества, приготовления к браку. И в этом смысле, например, упоминаемое в книге Бытия 24 главе или в 3 главе Песни Песни. В этом фрагменте мы слышим первое упоминание на страницах данной книги ее важнейшего термина – «милость» – «хэсэн». Это краеугольный камень всего повествования. Наимень же сказала, «Возвратитесь, дочери мои. Зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои. Поедите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть еще мне надежда. И даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери моей. Я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Слова наимене – описание закона ливератного брака. Сама эта форма брака получает название от латинского «lever», то есть «деверь», «брат мужа». В законе ливерату посвящен фрагмент 25 главы книги «Второзаконие», где сказано, «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле». Практика эта восходит еще к патриархам. Мы видим ее, например, в семействе Иуда. Замечу, что и история Иуда и его невестки Фомари очень много общего имеет с историей Руфи, но об этом несколько позже. На невозможность осуществления подобной практики указывает снохам Наиминь. С ней не нужно идти, от нее нечего ждать, она не может дать им новых сыновей и тем устроить их семьи. И важно, во всем произошедшем Наиминь видит руку Господа в воздаянии за неверно совершенные поступки. Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей и возвратилась к народу своему. А Руфь осталась с ней. Наиминь сказала Руфе, «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невестку твоей». Но Руфь сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой бог моим богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наиминь, видя, что она твердо решила сойти с нею, перестала уговаривать ее. Здесь в тексте впервые озвучивается вопрос религиозной жизни в семьях сыновей Элемелеха. Оказывается, что Орфа возвращается в дом матери своей, возвращается и к своим богам. То есть, логично, когда она жила в доме одного из сыновей Наимине, она ушла от своих богов, то есть прилепилась к богу Израиля, и теперь оставляет уже его. Святитель Павлин Ноланский на это замечает. Руфь идет за свекровью, которую Орфа бросает. В одной вероломство, в другой изобилует вера. Первой родина более жизни, второй более бог. Хотя последняя мысль стиха это скорее поэтическое преувеличение. Бог не является изначальным мотивом Руфи. На этом этапе она принимает решение, желая не расставаться с Наиминею. А уж из-за этого в исповедании Руфи сложна решимость разделить со своей свекровью все, от крова до бога небесного. Впоследствии, именно эти слова верной невестке Наимине стали формулой, используемой при присоединении человека к общине народа израильского, при совершении гьюра. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них. И говорили, это Наиминь? Она сказала им, не называйте меня Наиминью, а называйте меня Маруя, потому что Вседержитель послал мне великую боресть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминь, когда Господь заставил меня страдать? И Вседержитель послал мне несчастье. И возвратилась Наиминь, и с нею сноха Еруфма, Мавитянка, пришедшая с полей Мавицких. И пришли они в Вифлеем, в начале жатвы ячменя. По эффекту, который произвело возвращение в Вифлеем Наиминь с невесткой, можно предположить, что семья Элемелеха была далеко не последней семьей в городе. Вряд ли возвращение малоизвестной нищенке кого бы то ни было могло заинтересовать. Но в возгласах «Это Наиминь» слышно указание на разрыв между той Наиминью, которую знали горожанки, и той, которая предстала сейчас перед ними. И сама Наиминь полностью соглашается с таким восприятием. Действительно, это уже почти не она. Слишком много несчастья пришлось ей перенести за эти годы. Я вышла отсюда с достатком, имея в виду как достаток финансовый, так и полноту семьи, детей и мужа. Но Бог вернул ее обратно пустой. Как мы увидим далее, не случайно ее невестку зовут Руфь, то есть наполненная. Наиминь пока не видит, не замечает, что совсем не пустой и не на посмешище и притчу вернул ее Бог в родной город, но желая вновь наполнить жизнью. Пока же из Наиминь у Слады сама себя наименует Марую, горечью. Интересно, что возможно именно от этого корня происходит имя Богородицы, Мария, Мирьяма. И можно проследить, как известная часть жизни Наиминь полна потерь и лишений, так и Марии предрекает богоприимец Симеон, тебе самой оружие пройдет душу. Но как в конце Наиминь получит великое утешение, так и Мария будет утешена более всех матерей земли, утешена воскресением своего сына в славе и величии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова